Всем привет, дорогие друзья! Идем гулять в парк с гусями и с черепашками. Покатаемся на велосипедах, точнее покажем, как их снять. И также зайдем на море, посмотрим, как там дела без нас. Дошли до входа в пляжку Ньялты. Тут вот такая чаечка. Бродячие собаки, как всегда, мои любимые. Горы сегодня так плоховаты видно, но все равно видно. Даже смотрю на камере видно. Так, и велодорожечки. Такая красотища. Никого нет, потому что сегодня воскресенье. А воскресенье у нас... Как его там? Карантин у нас. Воскресенье. Красивая пармочка. Сегодня холодно, но уже во вторник обещают там жару чуть ли не 20 градусов. Собственно, вот начало Кунь-Ялты. Пляжа. Кисочка голодная. У нас сегодня до кисочек, к сожалению, нет. Но можете не переживать, тут куча корма везде насыпана. Если очень хочется кискам, то они могут перекусить. Вот такие красивучие цветочки на фоне гор. Сейчас сделаем так, чтобы было видно. Очень маленькая хочет кушать. И вон там уже идет лифт. Можно спуститься на пляж по лифту, а можно вот так вот в круговую. Ну, что, в принципе, и так, и так недалеко. Тут у нас уже началась весна, уже начались цветения всяких... Ну, не абрикосин, персиков, наверное, я так думаю. Хотя, может, это абрикос, кто их знает. Идем дальше. У нас тут вот такие красивые огромные пальмы. Но это от отеля, но смотреть тоже можно. Разрешают. Высаженные. И тут у нас везде домики кошачьи. Тут огромное количество кошек, просто огромное. Мне кажется, концентрации больше, чем на набережной, их больше нигде нет. Смотрите, нашла киску философа. Он так сидит и смотрит, думает о вечном. На дорожку и на море. По традиции у нас уже вот тут такие домики для кошечек и собачек покушать. Можно посмотреть. Сегодня тут есть и еда, и вода. Но кошечки тут зажравшиеся, есть этим не хотят. Им, наверное, что-то другое хочется. Вот один из представителей кошачьих. Косочка! Какая хорошенькая! Вот тут все накормленные, такие толстенькие. Но что-то все мяукает и мяукает, а? Шикарный вид. Травка зеленая, несмотря на то, что у нас на дворе. Февраль месяц у нас на дворе. Сегодня, конечно, прохладно, но все равно не так прохладно, как в минус. Пальмы огромные, красиво лучшие. А еще немножко дальше там будет эвкалиптовый лес, и там шикарно просто пахнет эвкалиптом. Можно нюхать и нюхать, кто любит эвкалипт. Так, а тут у нас можно посмотреть вид на старый город. Там, где башни, ворота. И, собственно, уже скалы. Это начало пляжа Коньялты. Со стороны Муротпаша района, если знаете, о чем я. И цветочки. Все в цветах. Уже начали цвести ирисы. Вообще, уже цветы начали высаживать, готовиться к сезону. Дошли до лифта. Так, сейчас я вам еще несколько кошек покажу. Невозможно держаться, чтобы их не показать. Вот они тут наглые. Кошики сидят. Хорошо, у них тут даже типа что-то наподобие домика. Кошачьего, да? Как вам живется, хорошо? Дайте интервью. Пару слов. Не хотят, попкой уселись. Заходим с вами на лифт. Лифт бесплатный, но иногда не работает. Либо его отключают по субботам, воскресеньям. Потому что мы так иногда шли и попадалось, что просто не могли подняться или спуститься. Так, а если мы с вами посмотрим направо, то увидим пляж Коньялты во всей красе. Это все вот эта огромная линия. Если я не ошибаюсь, то она 8 километров. Там на протяжении всего пляжа велодорожки, беговая дорожка, ну и просто набережная очень красивая. А еще вон на том голубом теннисном корте можно поиграть бесплатно, если заранее записаться, нам рассказывали. Но мы еще так не делали. Поэтому нам рассказывали, что если записаться, то можно поиграть. Ой, а вижу, что велосипеды все сняли. Интересный у нас карантин. Вы это видите? Пришли за велосипедами покататься. Не одного, то ли на ремонт, то ли это все катаются. Так, собственно, лифт работает, но мы решили туда не идти, потому что велосипедов нет. В этот раз не покажем, как их снять. Но море отсюда, пожалуйста, посмотрите. Чтобы нам побольше вам гусей показать и все прелести верхнего парка. Ну, собственно, мы сейчас направляемся вот в этот верхний парк. И потихонечку будем вам все показывать и рассказывать. В начале парка у нас располагается отель Риксос. Но такое впечатление, что он сейчас полностью закрыт. Тут можно посмотреть карту, в которой я что-то ничего не поняла. Ну, вот он находится на куртах. Ага, вот это отель. Вон там пирамидка идет. Вот это озера, куда мы идем с вами гусей смотреть и всего прочего. Да, тут это, я так понимаю, закрытый аквапарк. Аквариум есть. Большой. Что тут еще примечательного? И это парк, это уже не в нижнем парке, это уже, да, в верхнем. Собственно, не в скоте. Ага. Также около этого отеля есть вот такой вот ресторанчик-кафешечка. Огромная открытая площадка. Так, подниму повыше, может, будет видно. Очень красиво. Жалко, что закрыто. И смотрите, тут три киски в подарок. Прямо как на картинке лежат в своих гнездышках. Наверное, немножко замерзли, потому что обычно тут температура потеплее, чем сегодня. Так, тут такие красивые мостики. И можно услышать водопадик. Это мы тут недалеко дошли, наверное, минут пять от входа. Давайте с вами полазим по кустам. Ой, главное не упасть. Вообще, тут обычно живут рыбки и терепашки. Сейчас поисю, может быть, покажу, если сейчас будут. Местным собачкам вообще здорово. Тут на водопое могут попить. Обалдеть, собака акробат. Вы это видите? Обалдеть, что делает. Вот. Мы пока понаслаждаемся с вами видом и пойдем дальше. Наши с другой стороны рыбок. Они вот тут, видимо, отогреваются. Наверное, в водопаде холодно, а тут потеплее. Смотрите, все замерли, как будто, не знаю, как будто у них какая-то сходка. Или они что-то замышляют. Собрание рыб. И такие оранжевые, обалденно красивые. Вот смотрите, а наверху тоже вон две там рыбки плавают. Это достаточно большие такие, как селедочка, наверное. Такая киска смотрит, чтобы у нас поесть. А у нас поесть только яблочко и хлебушек. Очень красивый парк. Опять же, все для животных есть. И вот такой вот симпатичный. Я думаю, летом здесь очень хорошо прохладно за счет того, что много деревьев. И все в тени. И в соснах. И еще в каких-то деревьях. Кто-нибудь знает, что это такое? Что-то с плодами. Похоже на лаврушку. Но это навряд ли лаврушка. Но все возможно. Такое впечатление, что дерево из фильма о Гарри Поттере. Сейчас тут никого нету. Идем. Тишина. Либо постапокалипсис какой-то. Какая-то фантастика. Так что, в принципе, есть свои плюсы. Когда карантины всех закрывают. Смотрите, какие штучки висят в деревьях. Страшненькие. Все, переключаю вас на обратную картинку. Так, собака за кошкой гонится. Хорошо, что не догнала. Фух. Эту собаку боюсь. Она к нам привязалась. Идет и идет. Так, тут вот такие штучки. Там должны лежать пакетики. Которых нету. Возможно, они там появляются. И можно убирать за своими собачками. Кстати, вы убираете за своими собачками? Так, что я люблю в Анталии. Так это вот куча тренажеров везде. На каждом углу практически. Во всяком случае, в нашем районе детские площадки рядом. И еще, как правило, пикниковые зоны. Это не только вот на набережной. То есть у нас около дома где-то около трех, наверное, площадок. Таких совмещенных спортивно-детский пикник. Как каждому все, что угодно. Каждый может выбрать на свой вкус. Кто поесть, кто позаниматься. Либо можно совмещать приятное с полезным. Тут у нас такие интересные остановочки. Даже, наверное, не остановочки. А, скорее всего, просто от дождя спрятаться. Или от солнца. С солнечными панелями, что самое интересное. Белосипедисты. Это, по-моему, единственные, кто к нам встретился по дороге за все время. И то быстренько уехали. Дошли до второго лифта с вами. Тут такая вот дорожечка наверх. Там у нас вход, там что-то наподобие театра. Вниз. Так, дорожечка наверх. Пирамидка там что-то наподобие кафе, когда тут все открыто. И сейчас уже приближаемся к нашим гусям. Сегодня у нас с собой есть хлебушек, так что можно их покормить. Правда, говорят, вроде нельзя кормить хлебом. Если вы знаете, чем можно кормить гусей, пожалуйста, посоветуйте. Так, вот эта красивая пирамидка с другой стороны. И тут уже стекает в верхний водопад, в нижний водопад. Не знаю, в общем, как объяснить. Вот это такая красота. Он с самого верха там течет, с верхнего парка. Сюда спускается. Опять эта собака. Бамбуковые заросли. И вот этот парк, куда мы, собственно, с вами направлялись. Красивучий. Обалденно просто. Такая тишина. Хорошо. Так, с вами сейчас мы тут их, во-первых, поближе подойдем посмотреть. И еще поищем всяких гусей и лебедей. Вот полный обзор на эту площадку. Там кто-то, вот один человечек, кормит. Этих гусиков. Вот еще одна часть. Мини-водопад. Мини-версия. Так, собачка. Она все за мной ходит и ходит. Я прям не могу. Страшный ужас. Фух. Вроде отстала. Сейчас опять к ребенку пойдет. Какое-то безобразие. Смотри, какие уточки поплыли. И вот в середине еще там сидят. Такие толстенькие, хорошенькие, накормленные. Никуда не спешат. Так, а еще я где-то видела сомика тут на дне плавал. Кажется, пока я смотрела на уточек, сомик уплыл. Ладно, сейчас другого с вами найдем. И на ребятей поближе посмотрим. А, вон, посмотрите, какая красивая. Видно? Вон золотая поплыла-поплыла. Рыбка. Так, собака хотела искупаться, но передумала, кажется. Так, вот он, мы его преследуем. А вон еще более золотистый, вообще оранжевый. Так, ну мне кажется, это не сомики, это какие-то другие. Кто знает, как называется, пишите. Оранжевая рыбка. Просто умиротворение и покой. Так, вот мы подкрались с вами поближе. Обычно они выходят, но что-то в этот раз не хотят выходить. Вот и рыбки, и черепашка, и собака, и две собаки. Вы видите черепашку? Вон она в этом. Смотрите, сколько нашли черепах и огромных рыб. Просто. Природа в расцвете сел. Рыбы просто огроменные. Вот черепашка по дну ползает. Хорошо, когда людей мало, можно это все отснять. Спокойно. Собачки не прячутся. Ой, собачки не прячутся. Ну да, собачки не прячутся. Вон черепашка, черепашка попала. Обалдеть. Еще посмотрим с вами на обалденное сочетание флоры и фауны красивучее. Так, рыбочка. Я опять потеряла черепаху. Господи, где? А, вон она. Сейчас пойдем догонять черепаху. Бежим, 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 бежим. Бежим, вот черепашка. Как и обещала. Такая здоровенная. Ну как здоровенная? Наверное, с две ладошки. И тут навстречу рыбка. Ой. Что-то рыбке не понравилась черепашка, видимо. Ну сегодня эти гуси-утки ленивые. Кстати, кто знает гуси это или утки, напишите, пожалуйста. Что-то они обычно сюда выходят, выбегают, что-то тут говорят, хлеба просят. В этот раз что-то совсем ничего не хотят делать. Разлеглись там и лежат. Ну их тут, наверное, тоже подкармливают чем-то. Так, а с другой стороны тут такой красивый, высокий, так, это не водопад, это фонтан называется, прямо из озера. И там вот такой грот. Там в нем внутри прохладно-прохладно, и банановые пальмочки растут. Так, еще сейчас поищем, что тут интересного. Всегда что-то находится новое. Такие-нибудь маленькие утятки, гусятки, какие-нибудь рыбки. В прошлый раз мы рыжих рыбок не видели. Так. Тут достаточно большая территория этого озера. Наверное, минутки 3-4 его нужно, чтобы обойти. Посмотреть все вокруг. Может, еще кого-нибудь найдем. Что-то... Ой, я вижу черепашку так, но вы отсюда не увидите, вон на том камешке. Пальмочки. Смотрите, залезла в самые кусты. Смотрите, кого нашла. Обалдеть, какая рыба. Ну, просто я не знаю, какого размера. Если в килограммах, то килограмм 5, наверное. И вот рядом рыбка плавает. Массенькая по сравнению с той. Так, отходим немножко от этого места, и дальше мы пойдем в детский садик. Секретный. Ну, конечно, не секретный, но на картах и в пауте водителя не найдете. Там мы кормим кроликов, ребенок в восторге. Там еще есть курочки, кошечки прямо на территории. Вот. Сейчас, в принципе, все покажем. Так. Ой. Такой гейзер. Так, потихоньку проходим. Так, для ориентира там вот это озеро. Мы завернули сюда, и видим вот такое строение. Это, собственно, детский садик. Нам сейчас нужно пролезть в кусты, но можно, на самом деле, с другой стороны по нормальному обойти. Ну, просто нам никуда без приключений. Сейчас мы найдем эту дырку в заборе. Где-то она тут была. А, вот. Нашли. Вот эта дырочка. Протискиваемся. Очутились в лесу. Здесь полянка зеленая очень хорошо. Можно для кроликов сразу собрать, потому что там около садика уже все содрано, вся трава. Так что собираем сейчас травочку. Собрали травочки вот столько. Красивый, очень зеленый. И теперь нам нужно подняться с вами вот на такую гору. Вот на тот мостик беленький. Так, сгромоздились мы с вами на гору. И проходим. Вот так вот. Немножко высоковато. Но и так, чтобы прям сильно. Прошли. Вот тропиночка. Можно спуститься по-человечески, а можно, как я, вот с горы. Надеюсь, я хотя бы на ногах это сделаю. И нам нужно вон в тот с вами угол. Там и живут эти все кролики и все им подобные. Курицы. Дошли до парков с кроликами, до секретного места. А их тут нету. Просто пустые клеточки. Очень печально, жалко. Ну, ничего страшного. Пойдемте домой. И не знаю, что будем делать. В общем, кроликов тут теперь нет. Когда появятся, вам скажем. Сообщим. Потому что это было одно из любимых наших мест. Это было три тысячи.